Новую смену волонтеров принял Омский учебный центр Федеральной противопожарной службы ВУЗ-Заостровки. 235 ребят из 23 районов региона, обязательно с годовым опытом добровольческой деятельности, открыли новый сезон. Команды представили девизы и дали старт активной работе длиной в неделю. И профильная смена становится такой площадкой, где ребята могут, во-первых, выполнить свой профессиональный багаж, получить определенные знания, умения и навыки по организации профилактических мероприятий. Параллельно в лагере проходил финальный этап федерального конкурса «Доброволец России». Амичи-претенденты на победу ранее презентовали свои проекты перед жюри. Теперь им нужно показать умение работать с аудиторией. Всего в конкурсе было шесть номинаций, включая самое популярное направление – событийное волонтерство. Также организаторы конкурса – Федеральное агентство по делам молодежи и Роспатриот-центр – учредили специальные номинации. «Лучший проект», «Юный доброволец» и «Серебряное волонтерство» для самых возрастных участников. «Ну, наверное, это все-таки зов в сердце, это все-таки свободное время. Ты проводишь здесь, ты общаешься с людьми, заводишь новые знакомства, новые друзья. Это просто положительные эмоции в первую очередь». «Мы разработали проект, межнациональный проект, где участвуют наши жители поселковые. Это с трех деревень, это Сереброполь, Пришип и Кучилик, где представлены разные межнациональности. Это казахи, немцы и русские. Мы его назвали «Мы едины», чтобы объединить наши корни, предков». Итоги подвели после завершения интерактивных площадок. Победителей в номинациях назвали Анастасия Мохова из Роспатриот-центра и Иван Трофимов, начальник управления молодежной политики, Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Первое место по направлению медицинское волонтерство заняла Анастасия Плеханова. В событийном волонтерстве победила Екатерина Саютинская, в социальном – Андрей Щукин. Главный приз в культурном волонтерстве у Виктории Петровой. А победительницей регионального этапа в номинации «Волонтеры Победы» стала Лада Саламахина. Я участвовала в акциях, я учила, проводила мероприятия с подростками на протяжении пяти лет. То есть как бы это и пять лет, и полнедели. Следующий этап конкурса совсем скоро. За считанные недели проект нужно доделать, чтобы представить на суд компетентного жюри, которое выберет главного добровольца страны. Субтитры создавал DimaTorzok